30 марта в России отмечают День ремесленника. Праздник посвящен ручному производству и творчеству. Настоящие профессионалы своего дела есть и в Неницком округе. Это мастера, работающие с кожей, мехом и рогами оленя. С секретами прикладного искусства они поделились с телеканалом «Север». Клуб «Мелни» ведет свою работу в Центре декоративно-прикладного творчества с 2008 года. Под руководством основательницы клуба Екатерины Бобриковой участницы открыли для себя множество секретов ненецкого национального искусства. Мы стали изготавливать именно все, что связано с традиционной ненецкой культурой. Это и кукла, это и сумочки, это и пояса женские, различные сувениры. Сегодня клубом руководит Маргарита Латышева. Ее единомышленники, по сути, являются хранителями традиционной ненецкой культуры. За 15 лет работы в клубе мастерицы научились делать многое. Они научились шить сумочки, тучейку, именно по традиционной технологии. Это шитье паницы, тоже по традиционной технологии, которые вот именно мы носим. Участница клуба Елена Чудинова с детства занимается пошивом одежды и изготовлением кукол. Традиционным ненецким куклам уко шьют настоящую, но в миниатюре одежду из сукна. Елена для своих кукол сделала канинский вариант паницы. Для изготовления традиционных уко используют клюв птицы. Клюв выполняет особую магическую роль. Голова-то это голова, но это не лицо, а маска. Потому что нельзя было изображать глазки, лицо, глазки, для того, чтобы не вселился злой дух. Свой опыт и навыки Елена передает племяннице. Делится всеми премудростями и тонкостями швейного дела. Я в клуб не хожу, просто смотрю, как делает тетя, что-то для себя делаю, чтобы научиться, чтобы уметь это делать. И у нас это есть дома в домашней коллекции. Исходя из того, что у меня мама все шила, я тоже умею все и бурки шить, и все это я умею. Потому что мы с детства тоже этому всему приучены. Полученный опыт в этой семье передается по наследству. Как когда-то сама Елена научилась шить в детстве, так и сейчас дочь Соня перенимает все, что видит от старших. Я очень хочу шить куколом одежду, как моя бабушка. А что твоя бабушка шьет? Бабушка моя шьет очень многим куколом одежду. Изготовление традиционных вещей, кукол, сумок и украшений – это большая часть культурного наследия ненецкого народа. Говоря о мастерах традиционного ремесла в Ненецком округе, стоит рассказать об Александре Литкове. Как ученик Филипп Ардио, как меня считают, я от него научился заниматься разными ремеслами. От плетения пояса на ранке, на берде, до изготовления сувениров из рога оленя, например. От отца научился изготавливать традиционный мужской пояс – тасму. Сейчас же делает пояса из готовых материалов на заказ. Тасма изготовлена из кожи – повседневный вариант. Праздничный пояс украшают сукном. Изготовление одного пояса занимает пару дней. А вообще по-ненецки не надо за один день всё делать, поэтому надо что-то сделать, потом оставить на другой день, и потом нужно закончить. А так, соберёшь день-два край пояса, и если есть приготовленный материал, потом остаётся так. Это уже мало времени занимает, чтобы установить все эти фурнитуру, рубежи и пряжки на пояс – это уже совсем мало времени. Мужской пояс носит практичный характер. На цепочках оленеводы носят нож, чтобы он всегда был под рукой. Кроме этого, тасма играет роль оберега. Анималистическая вера, вера в духе, всё такое – это медный сплав, это как бы оберег от злых духов. А так как все эти украшения находятся вокруг человека, со всех сторон человек защищён от, например, духов болезней, духов, которые стремятся повредить человеку, поэтому, когда шаманка младает, он не одевает пояс, потому что это всё-таки не пустит духов к нему, когда он призывает духов для помощи людям, которые попросили помощи, например. С любовью и трепетом мастера относятся к своему делу. Это говорит о том, что прикладное творчество живёт и продолжит свою историю, а настоящих имесленников станет ещё больше. Всех причастных поздравляем с праздником! Днём ремесленько! Те, которые делают для нас тёплые бурки, для тундровиков – одежду, головные уборы. Дорогие мои, поздравляю вас с этим замечательным праздником! Анастасия Евтысая, Владислав Носкин, Телеканал «Север» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова